Матильда и Батон из Котокафе – настоящие звезды. О них владельцы необычного заведения рассказывают в эфире программы «Утро». Впрочем, все внимание сотрудников телеканала и ведущих было приковано к пушистым. Они же вели себя спокойно и сдержанно, так старательно позируя на камеру. Они просто очень тактильные, ну и плюс мы хотим, чтобы они побыстрее нашли себе дом. Может быть, кто-то сегодня их увидит и скажет, ой, это же моя мечта, и захотят забрать их в семью. И таких созданий, которые мечтают о любящей семье в Котокафе-13. У всех разные сложные судьбы. Перед тем, как взять питомца в кафе, сотрудники заведения делают животным все необходимые прививки и стерилизуют. После карантина кошки попадают сюда, где о них заботятся и вкусно кормят. Все, все здесь. Впрочем, балуют котов здесь регулярно и ни в чем им не отказывают. Кормят два раза в день. Помимо этого, и посетители при входе приобретают для них лакомства. Так, гости проявляют дружелюбие, чтобы животные были ласковее. Пока вы будете играть с кошками, вам еще и приготовят кофе. Только находясь в Котокафе, нужно придерживаться определенных правил. Нельзя приносить свои угощения и, что самое главное, нельзя обижать пушистых друзей. После время провождения с пушистыми созданиями, многие решаются забрать их к себе. Но просто так не получится. Процесс нелегкий. Нужно пройти собеседование и анкетирование, чтобы сотрудники заведения убедились, что отдают животное в надежные руки. Впрочем, и желающих просто провести время с кошками каждый день здесь достаточно. Некоторые люди приходят сюда посидеть, поработать. Некоторые в компании с друзьями. У нас есть настольные игры, книги. То есть, либо с собой провести время с котиками наедине, либо хорошо провести время с друзьями в компании. Считается, что кошки снимают стресс, избавляют от бессонницы и раздражительности. А еще и частенько поднимают настроение своим хозяевам. Любим котиков свои. Есть дома? Да. Обожаем. Что с ними? Еще лелеем, ласкаем. Мне кошечки все нравятся, и котики тоже. От них идет такая энергия, успокоение. Они вальяжные, независимые, свободные. Они просто милашечки. Пушистые, прекрасные создания, добрые. Как говорится, без кота и жизнь не та. А этот день – лишний повод порадовать своих любимцев и уделить им время. Алина Высоцкая, Дмитрий Дерещук, ДОН-24, Ростов-на-Дону.